Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В исследовании, опубликованном в Journal of Service Research, ученые из Университета штата Пенсильвания рассмотрели все различные реакции людей на гуманоидных и негуманоидных роботов. Ученые набрали 205 добровольцев, чтобы изучить, как участники реагируют на ошибки гуманоидов и негуманоидов в ресторане, а во втором исследовании, как машины могут оправиться от этих ошибок. Результаты показали, что одна и так же ошибка, совершенная роботом, воспринимается человеком по-разному в зависимости от того, есть ли у этого робота лицо. К примеру, когда умная колонка ошибается и не включает музыку по просьбе, то пользователь чаще всего воспринимает такое поведение как сбой в системе. Однако, если эта колонка «человекоподобный робот», то подобный сбой раздражает человека намного сильнее. Как сообщается в пресс-релизе, сбои в обслуживании роботов уже стали заголовками в реальной жизни. В Японии виртуального робота-помощника в отеле Хенна, уволили после того, как несколько клиентов начали жаловаться. Робот принимал храп дремлющих гостей за просьбу о помощи и неоднократно будил их. Робот также прерывал разговор гостей и часто не мог правильно принять заказы на обслуживание номеров. Согласно исследованию, раздражение от ошибок роботов-гуманоидов можно исправить простейшим путем, извинением, из уст, самого робота. Подобное поведение смягчает большинство пользователей и проявляет «человеческую» сторону машины. Кстати, у популярной механики появился новый раздел «Блоги компаний». Если ваша организация хочет рассказать о том, чем занимается, напишите нам. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.